Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» постараемся вместе с вами ответить на вопрос, который однажды прозвучал. И была уже одна беседа на библейском портале «Что значит попасть в рай, что значит попасть в ад?» Вот что значит попасть в рай? Вопрос очень таинственный. Возможно ли в рай попасть еще в этой жизни? Поэтому, чтобы мне говорить не от себя, я постараюсь вам говорить от Священного Писания и от мудрых святых отцов. Потому что вопрос действительно очень важный, и здесь говорить от себя крайне безответственно и опасно. Во-первых, обратимся к Евангелию от Луки, к 17 главе. «Быв спрошен фарисеями, когда приидет Царствие Божие, Христос отвечал им, не приидет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Господь сказал, что Царствие Божие может быть внутри человека, оно внутрь вас есть. В другом месте в Евангелии от Матфея Спаситель говорит, что Царствие Божие достигло земли. То есть с Его приходом в этот мир Царствие Божие достигло земли. Возможно ли попасть в рай или хотя бы в его предвкушение рая во время еще земной жизни? Очень важный вопрос, и который так или иначе может приходить человеку, верующему, который старается по совести проводить добродетельную христианскую жизнь. И тем более, что подобные вопросы часто задают даже люди, только интересующиеся христианством. Очень интересный ответ на это мы находим у преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан, получив такое откровение от Бога, однажды сказал следующее, что в Царстве Божием каждый желает ближнему большей благодати, чем себе. То есть по своей любви к ближним и по смирению, любовь и смирение. По любви и смирению каждый из праведных душ, которые сейчас наследовали рай и до Второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения их души, находится в Царстве Божием. Каждый из этих душ ближнему желает большей благодати, чем себе. Вот почему, если мы дерзнем таким нашим простым, ограниченным земным языком, сказать, вот почему радости в Царстве Божием нет потолка. Радость постоянно, постоянно, постоянно все больше и больше. Почему? Потому что каждый желает ближнему большей благодати, чем себе. И это каждый. То есть все друг другу желают большей благодати и большей радости. В качестве такого наглядного, наглядной такой притчи обратимся к преподобному Паисию Святогорцу из пятого тома «Страсти и добродетели». Однажды Геронту Паисия тоже об этом спросили, и вот каким образом он в образе такой притчи об этом рассказал. «Расскажу тебе одну историю, которую я когда-то слышал. Один простой человек просил у Бога показать ему рай и ад». И вот однажды ночью во сне этот человек услышал голос «Пойдем, я покажу тебе ад». Он оказался в комнате. Посреди нее стоял стол, за ним сидело много людей. На столе была кастрюля полная еды. Люди были голодны. Они черпали длинными ложками из кастрюли, но не могли поднести их к своим устам. Поэтому одни из них ворчали, другие кричали, третьи плакали. Ну и как результат, все оставались голодными, все страдали. Потом он услышал тот же голос «Пойдем, я покажу тебе рай». Тогда он оказался в другой комнате. Там стоял такой же стол с кастрюлей, и также вокруг него сидело множество людей с длинными ложками. Однако все были сыты и веселы. Потому что каждый из них, черпая из кастрюли, кормил своей ложкой другого. Теперь ты понимаешь, как можно еще в этой жизни ощутить рай. То есть, когда ты в этой жизни думаешь о ближних, когда, если вспомнить слова святителя Николая Сербского Велимировича, когда Бог на первом месте, ближний на втором месте, то есть служение ближнему, польза ближнему, спасение ближнего для тебя в приоритете, а себя ты ставишь на последнее место, когда такое устроение, такой взгляд на жизнь, то ты уже в этой жизни предвкушаешь рай. То есть, ты думаешь о том, чем я могу помочь ближним. И вот этот образ, где он с длинными ложками, каждый кормит своего ближнего. В качестве еще одного интересного подтверждения именно же этой мысли мы находим воспоминания преподобного Паисия, когда он подвязался в монастырь Астамион, недалеко от Конницы. И, собственно, вот этот монастырь, разрушенный во время немецкой оккупации, преподобный Паисий восстанавливал. Спускался, естественно, в Конницу, в приходской храм, и там молился за божественную нитургию и причащался. И вот он говорит, там жил один священник, который меня очень любил еще с того времени, когда я был мирянином. Однажды я в воскресенье пошел в Конницу на литургию. В церкви было много народа. Я, преподобный Паисий вспоминает, как обычно, вошел в алтарь и сказал про себя. Вот обратите внимание, преподобный Паисий мысленно, ему мысли известны только Богу, он же их не произносил. Он сказал про себя, Боже мой, возьми всех этих людей в рай, а мне, если хочешь, дай там хоть один маленький уголок. То есть, это какое-то внутреннее устроение, когда ты желаешь ближним большей благодати, чем себе. Ты просишь, Господи, возьми всех этих людей в рай, а мне, если хочешь, хотя бы маленький уголок. И далее произошло очень знаковое событие, из которого преподобный Паисий сделал правильный вывод. Когда подошло время причастия, священник, который обычно причащал меня в алтаре, поворачивается в мою сторону и громко говорит, выйди из алтаря, будешь причащаться вместе со всеми последним, потому что ты недостоин. Я вышел из алтаря, не говоря ни слова. Встал на клира, стал читать молитвы к причащению. Подходя последним, преподобный Паисий кротко, без всякого внутреннего протеста, без ропота, подходит последним к причастию. Я говорю про себя. Преподобный Паисий делится тем, что он про себя говорит. Бог просветил священника, и он открыл мне, кто я на самом деле, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, скотину. То есть он предпочитает других себе. Входя в храм, он пожелал всем рая. И даже священника, с которым произошло такое, он не осудил, а он уверен, с добрым помыслом, что Господь просветил священника так поступить. Едва я причастился, почувствовал внутри себя великую сладость. Когда божественная литургия закончилась, священник подошел ко мне в сокрушении. Прости меня, говорит он. Я не знаю, как это случилось. Он кланялся мне до земли, просил прощения, пытался мне целовать руки. То есть этот батюшка, ну, можно себе в общих чертах представить, что он испытывал, он, наверное, в этот момент сам не мог даже понять, дать себе отчет, о что произошло. И вот он просит прощения у преподобного Паисия. Отец отвечал ему, не переживай, ты не виноват, виноват я. Бог тебя использовал, чтобы испытать меня. Священник не мог понять, что я ему говорю, и мне кажется, я его так и не убедил. Причиной этого происшествия была моя молитва. Опять-таки, вот мы видим, дорогие друзья, вот в этом эпизоде, что значит вот эта духовная радость, предвкушение рая, что значит рай в душе, когда ты другим желаешь больше благодати, чем себе. Ты желаешь другим, чтобы все попали в рай, себя считаешь хуже других. И вот еще одно, так сказать, подтверждение этой же мысли из, опять-таки, размышлений преподобного Паисия, когда его спрашивали сестры монастыря, что такое, какие добродетели дарует рай. Любовь и смирение, отвечает преподобный Паисий. Истинная любовь неразрывно связана со смирением, как два брата-близнеца, которые друг друга очень сильно любят. Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение, а в смирении находишь любовь. Вот тот эпизод, который только что я вам зачитал. По любви он заходит в храм и всем пожелал рая, а себя по любви и по смирению считает худшим и просит Господи, если возможно, дай мне хоть уголок в раю. Любовь и смирение вместе. Вместе, как братья-близнецы. Для меня основание духовной жизни – любовь и смирение. Где есть любовь, там обитает Христос. Любовь. А где есть смирение, он словно силой удерживает человек и благодать Божию. Тогда, то есть когда есть любовь и смирение, повсюду царствует Бог, и земля превращается в рай. Где любви нет и нет смирения, там обитает враг, и люди вместе с ним уже живут словно в аду. И от этого и вся жизнь их становится хуже и хуже. Интересное размышление на эту же тему, как можно уже на земле попасть в рай, почувствовать райскую сладость. Благодаря смирению и любви, из размышлений по учению старца Фадея Витомницкого. Это один из великих святых 20-го столетия. Великий подвижник. Он пока еще не прославлен великих святых, но в его святости, в его подвижнической жизни никто не сомневается. Вот как он обращает внимание на это же. Человек, который носит в себе Царствие Божие, излучает святые мысли. Царствие Божие создает в нас атмосферу небесного Царства, в противоположность мысленной атмосфере ада, которая излучает человек, в сердце которого ад. И роль христианина в мире очищать вокруг себя и внутри себя атмосферу, чтобы ширилась атмосфера Царствия Божия. То есть, опять-таки, акцент на вот этом мысленно-внутреннем мире. Если у тебя есть любовь и смирение, то в тебе атмосфера рая. И этот рай будет излучаться дальше. Мир нужно завоевывать сохранением в себе атмосферы неба. Ибо если мы потеряем Царствие Божие в себе, вот то, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, Господь говорит, Царствие Божие внутрь вас. Если мы потеряем Царствие Божие в себе, то мы не сможем спасти ни себя, ни других. Кто носит в себе Царствие Божие, тот его будет незаметно и на других переносить. Наш мир, теплота будут притягивать людей. И в их желании быть с нами атмосфера неба будет постепенно овладевать ими. Даже нет никакой необходимости говорить об этом людям. Небо будет сиять из вас, когда мы молчим и когда говорим о самых обычных вещах. Небо сияет из нас, даже если мы это и не осознаем. Вот что значит стяжать в себе рай. И в заключение, дорогие друзья, на эту же тему, что значит попасть в рай уже в этой жизни? Что значит иметь внутри себя атмосферу рая? Что значит иметь любовь и смирение? И кто источник любви и смирения? Из размышлений преподобного Иустина Поповича Чилийского, одного из великих святых 20-го столетия. Что есть рай? Рай – это ощущение Бога. Если человек чувствует в себе Бога, то он в раю. Где Бог, там Царствие Божие, там и рай. С тех пор, как Бог Слово сошел на землю и стал человеком, рай стал самой непосредственно земной и человеческой действительностью. То есть, со временем Боговоплощения рай стал земной действительностью. Ведь где Господь Иисус Христос, там и рай. Если человек желает ощутить и познать, что такое рай, тогда пусть исполнить душу свою евангельским добром, евангельской любовью, евангельской правдой, евангельской истиной, евангельской молитвой и евангельскими добродетелями. Практикуя евангельские добродетели, человек вносит в свое существование божественную истину, божественное добро, и таким образом переживает рай еще здесь, на земле. То есть видите, как созвучны слова преподобного Паисия, старца Фадея Витомницкого, преподобного Устина. Если ты со Христом, то рай у тебя уже в этой жизни. И вот в заключении еще одно размышление преподобного Иустина. И все-таки что такое рай? Ничто иное, как осуществленное Евангелие, прожитое Евангелие. Более того, рай – это пережитый человеком Господь Иисус Христос в полноте Его богочеловеческой личности. Согласно апостольскому опыту, живу уже не к тому аз, но живет во мне Христос. Послание апостола Павла Галатом, 2 глава, 20 стих. А Христос живет в человеке через свои богочеловеческие добродетели. Эти добродетели постепенно проникают в душу, постепенно вытесняют из нее грех, зло, смерть и дьявола, утверждая добро, любовь, истину, бессмертие и Бога. Вот мы с вами, дорогие друзья, сейчас постарались, насколько это было возможно, опираясь на опыт мудрых людей, ответить на вопрос, что значит попасть в рай в этой жизни. А в заключение хочется ваше внимание обратить на то, что понаблюдайте. Может быть, даже рядом с вами живут люди, такие же, как вы, у которых рай, предвкушение рая уже в этой жизни. Понаблюдайте аккуратно. Человек мирный, нестребролюбивый, без претензий на что-то, неропщущий, всегда благодарящий Бога, как правило, всегда предпочитающий других себе, готовый всегда помочь. Иной раз такой человек может войти в дом или в квартиру, и вы чувствуете, что вместе с ним вошел какой-то неизъяснимый словами мир. Вот человек ушел, вместе с ним как будто этот мир ушел. Иной человек может зайти и думать, что лучше бы он не заходил в дом. А иной человек войдет, и вместе с ним заходит мир. Это человек, который внутри себя стяжал любовь и смирение. Внутри этого человека уже рай. И такой человек может жить рядом с вами, может быть, даже на одной лестничной площадке. Ваш сосед может быть таким человеком. Если вы такого увидите, аккуратно понаблюдайте за ним, постарайтесь у такого человека поучиться любви и смирению, чтобы еще в этой жизни приобрести атмосферу рая. А в заключение, дорогие друзья, всем вам желаем наследовать рай. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись.